Всем привет! Меня зовут Алексей Вега и я являюсь тренером Академии Покера по МТТ. Специально для канала про покер я решил записать свое новое видео на тему софт для начинающих игроков. И сегодня я подробно разберу такую программу, как SimpleNash. SimpleNash является аналогом таких программ, как Asimizer или Hold'em Resource, калькулятор. По своему функционалу она практически ничем не уступает, но в отличие от других программ является совершенно бесплатной, что является немаломажным фактором для начинающего игрока, у которого на начальном этапе своей покерной карьеры манкрол составляет около 50-100 долларов. Если вы хотите разобраться с другими покерными программами и улучшить с помощью них свою игру, то рекомендую ниже по ссылке в описании записаться ко мне на индивидуальное обучение. Ну что ж, давайте разбираться, что же из себя представляет программа SimpleNash. SimpleNash это многофункциональный покерный калькулятор для просчета и анализа ситуаций PushFold или RaiseFold. Простым языком, с помощью данной программы вы сможете просчитать ситуации, как на предфинальном столе или финальном столе в ICM режиме, или в ранних, средних, поздних стадиях турнира в режиме ЧПЕВ, не только PushFold, но и также, когда вы открываетесь Raise и получаете 3-bet push. Если вы до сих пор не знаете, что такое ICM или ЧПЕВ, то рекомендую посмотреть на канале ProPoker одно из моих последних видео на тему ICM в МТТ. С помощью SimpleNash вы сможете просчитывать не только СНГ и МТСНГ турниры, а также и МТТ. Итак, давайте ознакомимся с основным лобби данной программы. Итак, здесь есть три панели управления. Давайте ознакомимся с первой из них. Файл. Здесь есть раздел Import. К сожалению, данная функция не работает. Чуть позже расскажу, как можно копировать раздачи с флдменеджера. Ну и нас здесь больше интересует квиз. Квиз это покерный тренажер. Давайте рассмотрим его более подробно. Итак, когда вы нажмете квиз, у вас откроется такая панелька. Вам следует нажать здесь Start Quiz. И перед тем, как начать тренировать ситуации PushVault, рекомендуется сделать определенные настройки. Итак, вы можете здесь выбрать Room. Также можете создать свои турниры и выбрать в разделе Tournament. Здесь я ставлю PokerStars и выберу режим ChipEV. Здесь можно выбрать сложность. Low, Middle, High. В принципе, если он новичок, то рекомендую тренироваться пока в режиме Low. И постепенно повышать сложность. Так как я, в принципе, довольно-таки неплохо разбираюсь в PushFold и в довольно-таки высоком уровне, то давайте ставим High. Здесь можно выбрать позиции. Различные позиции, ранние, средние. Я рекомендую работать по каждой позиции отдельно. Так будет более продуктивно и легче запоминать. Итак, для того, чтобы проработать конкретную позицию, давайте выберем здесь количество участников. Рекомендую тренировать свой PushFold не с ранних позиций, а начинать с малого блайна. Потому что в ранних, средних позициях вы не так часто будете идти в All-In, так как там наиболее узкие диапазоны. Основной заработок при ситуациях PushFold, когда мы находимся на позициях стила. Котов, баттон и СБ. Сейчас давайте проработаем ситуацию, когда мы играем на СБ против ВП. Это означает, что нам следует составить только два игрока. Если мы хотим проработать ситуацию кола All-In, то мы выберем большой блайнд. Если мы хотим проработать ситуацию пуша, то мы выберем малый блайнд. Сейчас мы будем прорабатывать ситуацию пуша, когда мы находимся на малом блайнде и соперник находится на большом. Также следует выбрать эффективный стэк. Также рекомендуется отдельно тренироваться в каждом стэке. Если вы выберете 4-15 ББ, то вам будет тренажер давать ситуации разные. И в 4, и в 15, и в 10 ББ. Но лучше указать отдельный стэк. Допустим, на примере 13-15 ББ. 13-15 ББ, пушфолд будет практически одинаков. А потом, допустим, отдельно уже проработать ситуацию со стэком 10-12 ББ. Так будет более продуктивно, и вам легче будет запоминать рейнджи. Итак, указал я стэки 13-15 ББ. Естественно, у нас здесь может быть только пуш-ситуация. Если вы уберете здесь большой блайнд, то здесь у вас будет колл 100%. Потом вы можете поменять, поработать пушфолд, потом поработать, какими руками вам следует коллить. Здесь можно сделать оверколл. Это когда вы коллите уже 2 алына. Естественно, должно быть больше, чем 2 игрока. Здесь указывается минимальная плюсовость ваших решений. В турнирном покере, в целом, если вы играете где-то средние дистанции, где-то около 500 турниров в месяц, то ситуации с минимальной плюсом плюс 0,20 вполне будет достаточно. Если вы играете меньше, я рекомендовал где-то брать плюс 0,40 и более. Чем меньше дистанция, тем более плюсовое решение вы должны закладывать. Имейте в виду, что покер играет дисперсионное, и надо в любом случае брать какой-то определенный запас сверху при игре вал-ин. Чтобы у нас не было очень минусовых, как минимум, нулевых решений. Поэтому мы берем определенный запас. Возьмем 0,20. Здесь есть настройки, show results. Поставим здесь show results yes. Show table always. Show ranges. Обязательно не только only%, а yes, чтобы в целом можно было посмотреть на руки, которые соперник будет колить. И обязательно не забудьте указать блайнды. Так как в современном покере нету у нас турниров уже без анте, то стоит указать здесь блайнды 100-200 и анте 25. У нас все готово, и мы можем начать тренировку. Итак, как тренироваться? В первую очередь вы должны обратить внимание на рейндж соперника. Посмотреть на него. Это 34% рук. Можно посмотреть этот рейндж. Здесь также указано нэш. То, что игрок будет играть по нэшу. И что нам в данной ситуации делать? У нас валет 9. Также вы должны внимательно обращать на эффективный стэк. В данной ситуации у оппонента 10 тысяч фишек. Это никак не 15 больших блайндов. Но наш стэк в данной ситуации составляет 13 больших блайндов. Поэтому мы здесь смотрим на эффективный стэк. Итак, у нас валет 9. 13 больших блайндов. И я считаю, что в данной ситуации стоит пойти в all-in. С валет 9 будет довольно-таки плюсовый пуш при игре на малом блайнде. С учетом того, что игрок играть будет у нас по нэшу. Вот с такой диапазоном. Выберем здесь два действия. Это пас или all-in. Я нажимаю all-in. И здесь действительно показывает, что у нас пуш плюс 0.25. Хорошее решение. Итак, снизу можно нажать show results. Если немного здесь поднять, можно увидеть нашу ситуацию. Как мы здесь приняли решение, верное или нет. Если красное будет крестик, то мы ошиблись. Если верное, то будет зеленое. В принципе, когда вы будете считать ситуации, вы снизу можете посмотреть, сколько было всего ситуаций и сколько вы допустили ошибок. И таким образом ставить для себя какие-то задачи. Чтобы, допустим, в течение месяца выйти на результат, чтобы вы не допускали более 10% ошибок. Итак, следующая ситуация у нас 2 валет. Мы находимся на позиции малого блайнда. Соперник на большом. Снова здесь у него колл по нэшу. Вот этот диапазон. 35%. Эффективный стэк у нас. Также 13 больших блайндов. Мы здесь, в принципе, не учитываем наш малый большой блайнд, так как фишки нам уже не принадлежат. И что нам делать с рукой 2 валет? Стоит идти в all-in или нет? С учетом опыта своей игры, я считаю, что с 2 валет будет в данной ситуации решение довольно-таки граничное и около нулевое. Поэтому я нажму fold. Действительно, программа показывает то, что здесь стоит идти в пас. Ну что ж, давайте еще одну ситуацию посмотрим. Итак, смотрим на эффективный стэк. У нас снова 13-14 больших блайндов. У нас дама 4. И соперник коллит нас также по нэшу. Вот с таким диапазоном. Дама 4 уже более сильная рука, чем валет 2. Я думаю, что с дамой можно, в принципе, смело идти в all-in. Это действительно так. Это решение у нас также присоединяется. Итак, я вам показал, как пользоваться данной программой. Как пользоваться именно тренажером. А теперь давайте покажу еще одну дополнительную функцию калькулятора, где вы можете, в принципе, для себя более подробно разобрать ситуацию. Допустим, изменить диапазон окола соперника. Посмотреть, как играются другие руки. Просто нужно нажать калькулить. Обязательно не забывайте нажать рекалькулить. Программа сделает перерасчет. Мы можем зайти сюда, edit range. И посмотреть, какие руки еще играются в плюс. То есть, в принципе, с какими руками не стоит все-таки эти all-in. Мы видим то, что уже, в принципе, с дама 2 all-in будет не очень хорошо смотреться. Или с какими-то руками 8-7 тоже лучше сбрасывать. Закрываем, переходим дальше к тренажеру. Итак, тренировку мы свою закончили. Давайте перейдем к остальным панелям управления данной программы. Здесь очистим, нажмем clear hand. Удалим призы. Удалим здесь blind. И так, следующая панель управления конфиг. В конфиг здесь есть панели payouts, tournaments и notes. В разделе payouts вы можете здесь создать турнир для главной панели. Или редактировать текущий турнир. Тут, кстати, есть уже 45 МТСНГ, 180 человек МТСНГ. Здесь можно подредактировать призы и так далее. Если вы хотите редактировать турнир для тренажера. Или создать новый турнир. То стоит зайти в раздел tournaments, editor. Здесь можно это сделать. Очень удобно. Вы, допустим, играете какой-то постоянный турнир. Возьмите этот турнир. Создайте в разделе tournaments, editor. И тренируйте игру за финальным столом в этом турнире. Итак, следующая ситуация. Это у нас в notes. В панели notes вы, в принципе, здесь можете посмотреть заметки на игроков. Но с учетом того, что импорт у нас рук не работает, эта функция бесполезна. Итак, раздел help. В разделе help можно посмотреть свою лицензию. На сколько у вас лицензия. На какого числа она действует. Также в request при лицензии заказать новую лицензию. В принципе, если у вас кончилась лицензия, вы можете совершенно бесплатно еще одну получить на год. Итак, с панелями управления мы разобрались. Давайте сейчас займемся уже практикой, как работать над своей игрой с помощью данной программы. Для того, чтобы работать над своей игрой, нужно программу подготовить. Определиться, какую модель поведения мы будем использовать. Тут есть три модели поведения. Malmuth Harville, Malmuth Weitzman, CPV. Malmuth Harville является SEA моделью и Malmuth Weitzman тоже SEA модель. Но Malmuth Weitzman является более устаревшей моделью. В современном покере рекомендуется делать просчеты с помощью Malmuth Harville. Естественно, значит нас интересует или Malmuth Harville SEA модель, или CPV модель. Будем считать в ICM режиме. Здесь можно выбрать один из турниров, который вы создавали в главной панели или уже есть текущие. Здесь можно указать эффект блокировки карт, поставить галочку. Здесь можно добавить еще одну ситуацию. Я здесь добавил еще одну ситуацию, для того, чтобы можно было сравнить и вам показать, как отличаются модели CPV от ICM. Ну и вам будет самим полезно также для себя всегда сравнивать. Как бы я играл в режиме CPV, как бы я играл в такой ситуации за финальным столом. Это очень важно. Мы, кстати, сейчас этим и займемся. Сейчас я вам покажу, как добавлять раздачи из холдеменеджера. Вы можете это делать вручную. Если у вас нет холдеменеджера, вы можете просто открыть в реплеере раздачу в своем руме. Вбить вручную здесь стеки, какие хотите. Также указать блайнды или антенны. И здесь указать призы. В принципе, если вы хотите считать в режиме CPV, то просто, допустим, вы, к примеру, выберем турнир. Здесь, да, 180 человек. И здесь есть у нас призы. Он будет считать в режиме ICM. Если вы хотите считать в режиме CPV, не стоит переключать здесь CPV. Можете просто здесь указать в разделе Set. Это Table Price. В разделе. Просто удалить все призы. И оставить только за первое место. Таким образом, у вас будет считаться режим CPV. Так, мы здесь удалили. И у нас программа здесь будет считать в режиме CPV. Неважно, какой приз, CPV всегда считает, будет это 3000 или 1. CPV это режим, когда мы играем только на первое место. В разделе Set Race можно вручную вместо пуша можно поставить рейс. Вы ставите размер определенного рейса. Указываете диапазон здесь. И у вас будет рейс. Итак, я вам показал, как это делать вручную. А теперь давайте покажу, как нам скопировать раздачу из холдоменеджера. Ну и покажу, какие фильтры стоит поставить в холдоменеджере, чтобы прорабатывать игру в данных стеках. Итак, я уже все подготовил. А здесь вам стоит зайти в редактор фильтров и поставить следующие настройки, которые у меня здесь. Я здесь указал стек hero меньше 16 больших блайндов и поставил all-in на префлопе. Таким образом, у меня здесь отфильтровались только те раздачи, в которых я играл all-in или пас. А в стеках меньше 16 BB. Давайте выберем одну из раздач. Делать это все очень просто. Вы нажимаете, допустим, раздачку. Ну, на примере у нас вот здесь есть раздача, ну, допустим, стуз валет. Да, давайте нажмем копировать. Давайте сразу проверим. Действительно, здесь мы можем играть all-in или пас. Тут была ситуация. Ну, давайте, может, возьмем какой-нибудь стуз дамы, например, да. Так. Ну, да, тоже нормально. Игрок здесь пошел all-in. Сделал рейс. Мы сыграли 3-bet push. Да, давайте попроще что-нибудь. Что за раздача? Да, вот. Хорошая раздача. Пошли в all-in и оппонент заколен. Давайте скопируем вот эту раздачу. Нажимаем просто копировать. Открываем нашу программу и нажимаем paste from clipboard. Итак, здесь у нас вышла какая-то ошибочка. Давайте еще раз проверим. Да, вот здесь все нормально. Здесь почему-то раздачка криво у нас вставилась. Давайте ее закроем. Еще один hand добавим. Также сюда paste from clipboard. Да, все теперь у нас нормально. Две одинаковые ситуации. Мы здесь вставили раздачку. То есть не нужно это делать вручную. Ну и давайте разберемся. Да, как у нас будут отличаться ситуации в режиме чип-евей и режиме ICM. Итак, в первую очередь давайте проанализируем ситуацию с точки зрения чип-евей режима. Давайте еще раз на нее посмотрим. Итак, мы пошли в all-in. Здесь с ранней позиции, с туздама разномастная. Ну, здесь довольно-таки очевидное решение, но в целом мы хотим знать, с какими руками стоит идти в all-in, с какими стоит сбрасывать. И посмотреть, можно ли с этой рукой идти за финальным столом в такой глубине стеков. Итак, значит, мы здесь что должны сделать. Первое. Мы хотим здесь просчитать в режиме чип-евая. Поэтому мы здесь нажимаем clear hand. Стеки у нас остаются те же. И просто в разделе уже призов мы оставляем только за первое место. Да, режим чип-евая. Заходим здесь и начинаем удалять призы. Оставляем только за первое. Все. У нас режим чип-евая. Нажимаем calculate. Программа посчитала push-fold в режиме чип-евая. Теперь заходим в другую панель. И здесь считаем уже в режиме ICM. И давайте посмотрим, в целом, как у нас тут отличаться будут ситуации. Видим одинаковые стеки и посмотрим на свои позиции. Итак, в режиме чип-евая, когда мы играем только на первое место, с позиции UTG плюс 1. Наш диапазон будет выглядеть следующим образом. 21%. Итак, мы можем здесь нажать эти тренж и посмотреть, насколько плюсовый push у нас будет с туздамы. Плюс 0.70. Под наш минимум подходит, рекомендуется минимум 0.20. То есть, в принципе, все, что минимум плюс 0.20, будет плюсовый для нас push. Отлично. А теперь давайте посмотрим в режиме ICM. В режиме ICM мы нажимаем здесь визит тренж. И здесь у вас уже показывает плюс 0.28. Но не забывайте, что здесь показывает плюс 0.28 не в фишках. Это показывает процент от призового фонда. Плюс 0.28% туздама будет приносить. То есть, что в режиме ICM, что в режиме чип-евая, в такой ситуации push будет плюсовый. Но, действительно, видите, ренжи отличаются. В режиме ICM push будет более тайтлый. 14%, а здесь будет у нас 21%. И вы для себя можете запомнить. Находясь за финальным столом, когда вы играете push-fold, то ваш ренж будет где-то уже на 5-7%. Итак, здесь также можно редактировать различные решения. Давайте здесь покажу, как можно изменять ренжи. Давайте представим ситуацию, что мы находимся в режиме чип-евая. И соперник... Мы находимся на большом блайнде. Соперник сидит на СБ. И немножко изменим наш диапазон гола. Нажмем правой кнопкой. Здесь... Допустим, поставим минимально где-то плюс 0.40. Нажмем ОК. Нажмем рекалькулейт. Обратите внимание, push был 73. Рекалькулейт. И в такой ситуации соперник может идти в LN с любой рукой. Можем посмотреть, есть ли тут около нулевые push-и. В принципе, видим то, что здесь довольно-таки... Все push-и уже будут, в принципе, довольно-таки плюсовыми. То же самое можем изменить в ICM. Насколько это будет меняться. Тут видно, что оппонент идет в LN. И мы колем с такой рукой. С каким диапазоном он может идти в LN. То же самое можно изменить и здесь. Итак, я вам, в принципе, показал весь основной функционал данной программы. Надеюсь, это поможет вам улучшить вашу игру. Если вы хотите разобраться с другими программами, то рекомендую ниже по ссылке в описании записаться ко мне на индивидуальное обучение. Всем спасибо за внимание. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. И увидимся в моих следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok